Добрый день, мой верный друг, любознательный и близкий мне по духу, с которым я делилась и делюсь размышлениями, приносящие в мою личную жизнь и жизнь моего окружения мир, радость, спокойствие, а самое главное, дающие мне возможность видеть невидимое, суетности каких-то дел, забот, будущую перспективу жизни в предыдущем Царстве Божьей Любви, чтобы вместе с Творцом Небес и Земли очеловечивать всю Селеную, в которое время уже теряет смысл. Вот такая перспектива стоит того, чтобы быть рожденным на Земле. Но прежде чем продолжить рассуждать вместе с вами в виртуальном пространстве моего канала о сотворении мира, согласно Библии и по еврейским сказаниям, пересказывая воскресные беседы с нашим духовным наставником, богословом, пастором святой в Пресвитерианской Церкви, я бы хотела спросить, бывает ли вам стыдно и обидно, когда вы, Дитя Божие во Христе, принявшие спасение от греха, от вины, вдруг разозлились в эмоциях, или вас охватывает ревность, или ярость, или вы солгали. Ну, мне это знакомо до воли. Идешь после служения, чувствуешь такую благодать. А тут, как черная кошка по душе пробежала, какая-то обида, злость, что трамвай перед носом ушел. А ведь еще мог бы подождать. Водитель видел же, что я бегу со всех ног, но отчалю. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. А теперь начну свое повествование и начну нашу беседу с пересказа Медраша из книги «Медраш рассказывает Раби Вейсмана». Кто у меня на канале впервые, я уточняю, что Медраш – это еврейское сказание, составленное по острой Торе, данной еще Моисею, Богом на горе Синай. Если письменная Тора – это Ветхий Завет, Библия, и мы при желании можем прочитать этот Божий текст, ведь мы знаем, что все, что стоит в Божьем Писании, является речью Бога. Мы верим в это. Но устная Тора будет как объяснение этой речи, данной на все времена. Бог не разрешил Моисею ее записывать, но заповедовал передать эти знания от Отца к Сыну, чтобы Божий народ, каждое новое поколение, имел возможность раздумывать над Божьим Словом и толковать его с учетом духовного развития человека. Я, с вашего позволения, и с благословением моего пастора, начну пересказ Медраша о сотворении Адама. И хочу еще заметить, что в Медрашах Бог проговаривается как Ашем. Так вот, Ашем собирался вылепить тело Адама. Вот как он работал. Чтобы изготовить руки и ноги Адама, Ашем набрал земли со всех частей света. Для туловища он взял земли Вавилонской. Мы знаем, что там торжествовал грех и поклонение идолам. Чтобы изготовить Адаму голову, самую важную часть человеческого тела, он взял землю из Эрец Израил. Я думаю, как цветури. Ашем положил собранную землю на горе Моря, где впоследствии будет находиться жертвенник храма. Смешал ее с водой, взятой со всех океанов мира, и из получившейся глины вылепил фигуру человека. Пока тело Адама неподвижно лежало на земле, Ашем провел перед его глазами образы всех его будущих потомков от Адама до царей Израиля. «Ты видел?» – спросил Ашем. «Все эти святые люди произойдут от тебя, Адам». Адам был польщен. А для чего Ашем показал Адаму это видение? Для того, чтобы вселить в него мысль, что если он согрешит, то повредит не столько себе, сколько всем своим будущим потомкам. И действительно, потом, когда Адам согрешил, он изменил судьбу всех последующих поколений. Почему Ашем явил перед Адамом все эти явления до того, как он сделал Адама живым? Ответ в том, что до своего оживления Адам был способен к предвидению гораздо больше, чем после того, как вступил во владение своим земным телом. Меня лично интригует то, что Адам знал так много, но не знал силу покаяния. И Рави говорит, «Наши мудрецы утверждают, что до своего рождения ребенок знает все Тору. Но как только душа его облекается в материальное тело и спускается в этот мир, то он теряет способность держать в памяти то, что постиг заранее, и забывает Тору, которые его обучили. Но если так, то какой же вообще смысл в этом обучении Торы, спросите вы? Здесь заложена надежда, надежда Творца, что поскольку разум человека однажды достиг высот Духа, то позже при жизни на грешной земле он сможет снова достичь того же. Прежде чем оживить Адама, Ашем подумал, как мне следует внести в него жизнь, может, через рот. Я не могу так поступить, ибо он употребляет свой рот для злословия, через глаза, нет, ибо он будет смотреть со злыми намерениями, и уши его тоже не подходят для того, чтобы душа вошла через них, ибо он будет слушать ими богохульство. Я изберу более подходящее отверстие – ноздри. Через ноздри проходит загрязненный воздух и очищается, и очищенный воздух выходит наружу. Ноздри как бы очищают тело. И Ашем решил – пусть через них в тело войдет душа. Рассказывая сотворение Адама, Тора приводит слово «и сотворил он» с удвоенной буквой в слове «сотворил». Тогда как в другом случае при повествовании сотворений животных в этом слове стоит только одна буква – буква «ют». Таким образом, Тора указывает, что сотворение Адама не было лишь физическим актом, и что Ашем придал Адаму двойственную природу. Хотя тело Адама было сделано из глины, он обладал бессмертной душой. Он был наделен способностью жить в двух мирах – в мире этом и в грядущем мире. Адаму приданы были диаметрально противоположные наклонности, одна из которых вела его к добру и ко всему благородному, а другая – гнала его навстречу злу и ко всему порочному. Адам был творением Рукашема и, следовательно, физически совершенным. В мир он явился уже обрезанным. До своего прегрешения он был так великоростным, что не только доставал до небес, но и заполнял собой весь мир, то есть в Адаме была заключена сущность всего, что сотворено. Прочитав это, я вспомнила, что тело человека имеет все земные элементы. Краса Адама сверкала так, что даже после его смерти самая низменная часть его тела затмевала собой солнце. Как только он был создан, ангелы, покоренные его величием и святостью, преклонились перед ним и пожелали воспеть ему хвалу. И только когда Ашем наслал на Адама сон, они поняли свою ошибку. Адам был создан всего лишь человеком, а во сне даже самый сильный человек беззащитен. Так я думаю. Ашем собрался поместить Адама в самое великолепное место на земле, в Ган-Эдем, в раю. Но Адам не хотел туда войти, понимая, что от того, кто живет в Ган-Эдеме, требуется более совершенным образом служить Ашему. Он боялся, что не может соответствовать таким высоким требованиям. И только после долгих уговоров дал Адам поместить себя в рань. После того, как мы прочитали Медраж, пастор Абай попросил нас высказать свое мнение. Меня лично, меня лично поразило великолепие и святость Адама, объявшего весь мир. Ведь мы ждем второго прихода Иисуса Христа. Но непонятно, каким образом все разом на земле увидят его, признают его Господом. А здесь великолепие Адама видел весь сотворенный мир, что даже ангелы хотели воспеть ему хвалу. Значит, и весь мир при втором пришествии Христа увидит одновременно славу Господа. Но это мои мысли. Сауле, жена пастора Абая, уже видела картинку, где был изображен Адам и его жена Ева в одном чреве. Адам смотрел в одну сторону, а Ева в другую. Сауле тогда подумала, что это болезненные фантазии человека, нарисовавшего эту картину. А теперь поняла, что это образ первого человека. И этот образ был взят из еврейских сказаний Медроша. Пастор Абай с этим согласился. И еще меня поразило величие Адама, которое проявлялось в том, что он, по сути, только новорожденный человек, уже знает Тору, уже знает саму суть творения. Вот однажды, когда я в Бельгии работала социальной упорщицей и ездила по адресам на велосипеде, в среднем виллы находились между собой на расстоянии 50 километров, и у меня на одном отрезке пути было странное видение. Эти поездки меня не сильно тяготили, конечно, если не было дождей, потому что мой путь пролегал по живописной и ухоженной Восточной Филандрии. И вот на этом отрезке пути в моем мироощущении всегда происходили какие-то странные вещи. Это трудно объяснить словами, словно я на какое-то время попадала в мертвое пространство. И я, надо сказать, испытывала неприятные чувства насилия над собой, пока неожиданно в этом пространстве мне не открылась истина всего, что происходит со мной и со всем миром. Тогда я уже познакомилась чудным образом с Рони. На втором свидании я от него отказалась, пожалела его. А через два месяца, на третьем, он назвал меня женой и заботился обо мне, что мне было непривычно в то время. Так вот, я еду на велосипеде по этому пути, знаю, что меня под мостом уже ждет Рони. В какой-то момент я очутилась в абсолютно другом мире, мире истины, я бы сказала. Истина исходила из того, кого я не видела. А мне открывался смысл всего, что происходит не только со мной, но и со всей Вселенной. И будет происходить законы, по которым это все происходит, в уникальной поясности причинно-следственной связи, в сканированном варианте бесконечности. Ну вот, как я могу это объяснить? И в это время вдруг я осознаю, что являюсь обладательницей сверхъестественных знаний, которые и есть истина. Их не надо доказывать, они на виду. И стараюсь изо всех сил их запомнить, чтобы потом рассказать Роне. И в этот момент все стало исчезать. Как песок в ладони, все рассыпается, все исчезает. Мне так хотелось запомнить хотя бы самое простенькое звено из того, что я увидела, которое без усилий могла бы сохранить моя память. Но все тщетно. Все, все было стерто из моей памяти, кроме ощущения, что есть то, что мне не положено знать. И этот праздник прозрения пока не для меня. Когда я вернулась в реальный мир, я по-прежнему крутила педали велосипеда и уже успела подъехать к мосту, где меня и ждал Ронни. Надо сказать, что дети принимают Бога, как я заметила, даже не разумом и не чувствами, а знаниями, что Бог реален. Мой пятилетний внук так ответил на вопрос сестры, кого он больше любит, маму или папу? Бога, ответил он серьезно. Это было неожиданно. Наверное, это тоже его детское прозрение. Мой опыт о потустороннем мире знаний пастор Абай назвал мистический. Он поделился с нами тем, что он слышал на лекции про науку. Наука состоит из трех компонентов – интуиция, логика и эмпирические эксперименты. В древности, начиная с Аристотеля, считалось, что логикой можно создать науку, принимая что-то за аксиому, как данность. Но уже в средние века было понятно, что логика не в силах открыть что-то новое. Она может только взять это новое и построить на ее основании какую-то мощную логическую систему. Тогда в науке играл большую роль Галилео Галилей, говоря, что надо все возникшие утверждения проверять экспериментальным путем, а уже потом на основании результатов эксперимента делать логические выводы, которые являются научным утверждением. И тут нет никакого творчества, а есть только опыт и его логическое осмысление. На основе этой мысли Галилея был впервые разработан ныне знаменитый вездесущий алгоритм. В конце XIX века, когда ученые приходили к мысли, что все науки уже открыты, и открывать уже нечего, произошел в науке прорыв, источником которого была теория относительности квантовой механика. А эти идеи пришли уже не логическим путем, а через интуицию человека. Человеку приходит какая-то сумасбродная идея, а он подумал, а почему бы ее не проверить? Менделеев и его таблица элементов. Она приснилась ему во сне, потому что он много о ней думал, и она явилась ему. Выходит, интуиция важна как в науке, так и в жизни, хотя в эпоху модерна от нее отреклись, как и от мистики, в угоду логике и экспериментам. Интуиция дает волю фантазий, которые являются движущей силой в научном познании мира. И XX век уточняет, что если у тебя в голове ничего нет, никаких новых идей, то твои эксперименты как переливание из пустого в порожнее. Интуиция как источник идей и гипотез необъяснима разумом. И разум без интуиции, как бы он не напрягался, приходит в тупик. Интуиция имеет силу прорыва туда, где все противоречит тому, что было уже изобретено. Как отрыв от того, что уже изобретено, обдумано и логически доказано. В древности интуиция была названа Платоном метемпсихоз, что душа существовала до того, как войдет в тело, и она, конечно, уже знала, так как была на небе, общалась со звездами, с богами. Но потом эта душа присытилась знаниями, разленилась, не бодрствовала, и по Платону была отправлена в тело человека. И все, что душа человека успела накопить в небесном мире, забыла и стала активно вновь впитывать знания, которые ей открывались. И теперь, опять-таки, по Платону, чтобы человеческая душа что-то вспомнила, ей надо задавать вопросы, чтобы стимулировать память человека и помогать ему вспомнить что-то божественное. При этом психоз – это значит вспомнить, что было забыто. Евреи эту мысль древнегреческого философа приняли в свое богословие, что Адам еще до своего сотворения знал все о мире, но, входя в тело, он забыл. И тут начинается его история на земле, в теле, чтобы вспомнить то, что он уже знал. И начиналась она с греха. Адам впервые в сотворении мира нарушил заповедь Бога, единственную заповедь, которую Бог ему дал. Жизнь человека, как считал Платон и как считает Равиной, имеет своей целью вспомнить эти знания, чтобы обратно прийти к Богу. По Платону знания – это воспоминания знаний, полученных от общения с высшим миром до своего рождения. А в современном свете знания – это выдвижение гипотез. Получается, Платон думал, что душа человека имела все знания, по которым мир существует и развивается. Потом она эти знания потеряла, когда одухотворилась в человеке. И через вопросы, возникающие перед человеком, эти знания могут по частицам возвращаться к нему, чтобы помочь человеку управлять своей судьбой и судьбой мира. Кто-то из верующих вспомнил о таком чувстве, даже вы, когда в какое-то мгновение есть осознание того, что человек это уже видел, что это уже было в его жизни. Как воспоминание какого-то отрывка жизни, который он напрочь забыл. Но объяснить, когда он видел, он не может. Было высказано и научное объяснение этому явлению, что память дала сбой, она включилась опозданием, когда это происходило с человеком, и потом повторило то, что человек уже видел сам. Интуиции. Мне было приятно это слышать, потому что на занятиях по терапии меня обидел преподаватель, который сказал, что у моих подруги хорошие знания, а у меня хорошая интуиция. Когда я детский врач, пресловутые 90-е годы, пошла на вызов пациенту с болями в сердце, так как я осталась одна в больнице, то лихорадочно вспоминала те крохи знаний, что еще сберегла моя память со студенческих лет. Но их кот наплакал, ничего конкретного. Я помню, ночь светила луна, и я, глядя в небо, потрясла своей врачебной сумкой, где лежали несколько таблеток, многоразовый шприц и ампулу димитро и анальвин. И вслух сказала, обращаясь к Богу, Бог, Господи, что делать, я не знаю, но прошу, не дай этому мужчине погибнуть от моей безграмотности. Да, я пришла на вызов, и не думая, даю указания расставшимся родственникам пациента, использую имеющееся у меня в наличии лекарство и доставляю его на частной машине в приемный покой с готовым диагнозом. Я помню, с инфарктом задней стенки сердца. Помню, как врач приемного покоя посмеялся над моей самоуверенностью, ведь этот диагноз я поставила без каких-либо обследований в домашних условиях, а он подтвердился. Через какое-то время жена этого человека пришла ко мне и по просьбе кардиолога поблагодарила меня, что с таким обширным инфарктом я смогла доставить больного в больницу живым. И благодарить надо было Бога, который услышал мой крик о помощи. И в этом случае, с учетом Медраша, я вижу созданную Богом ситуацию, где я пытаюсь вспомнить забытое, ведь ответственность за состояние больного лежит на мне, и Бог отвечает мне воспоминаниями тех знаний, которые я давно забыл. Ведь вопросы могут задаваться как мне, так и во время критических ситуаций, особенно сильные вопросы, которые человек задает сам себе, в чем смысл жизни, например, или излюбленный вопрос моего мужа Рони, почему я был рожден. Наука, как мы знаем, материально продолжает нашу беседу Пастор Абай, поэтому она объяснила деживю задержкой мозговых импульсов. Это вполне возможная версия на физическом уровне, но интуиция – это другое, это озарение. Ты думаешь над какой-то трудной задачей, твои мысли правильные, логичные, но ответа на задачу нет. И в какой-то момент из хаоса вдруг приходит ответ, как бы сам по себе. В интуиции есть что-то надчеловеческое. Конечно, и это озарение можно объяснить какой-то временной блокировкой нашего мозга импульсами, а потом какие-то научные алгоритмы дают подсказку нашему разуму. Но людям легче принять интуицию как связь с потусторонним миром. Я думаю, сказала Сауле, что для человека интуиция связана с действием Божьего Духа, который порой подсказывает решение многих вопросов. И не только для верующего человека, но и для любого человека, ведь Бог велик и милостивый. А как объяснить, что человек состоит из двух миров, спросили пастор Абая. Раввины в своем богословии приняли философию Платона, который за 700 лет до создания Медрошей увидел эту связь человека с Богом. И его мысли помогли Раввинам эту двойственность человека объяснить уже на богословском языке. В одной из проповедей пастора Абая я слышала, что те события, которые случаются на земле, являются земными отражениями небесного мира. Книга Даниила, продолжает мою мысль пастор Абай, была написана во II веке до н.э. В этой книге Даниила есть смесь персидского религиозного видения мира, что весь мир населен ангелами, с учением Платона и Сократа, которые жили в V веке до н.э. Помните, как в этой книге Даниила писалось, что 21 день ангел, как божий посланник, не мог пробиться к Даниилу с ответом от Бога на его молитву, ибо ангел Персии его держал на таможне. В духовном смысле этого слова, конечно. И что была организована проверка, а так как Даниил молился ежедневно, то этим он подтвердил, что ждет ответа от Бога. И ангел был пропущен к Даниилу, с которым и говорил. И тогда, по-моему, можно объяснить явление деживю тем, что эти знания к нам случайно или не случайно приходят из высшего мира, которые произошли не только с нами, но и с кем-то другим. В Сауле напомнила о программе, заложенной в генофоде каждого человека. Звезды ведь тоже определяют какие-то параметры судьбы. Звезды тоже определяют какие-то параметры судьбы. Когда он женится, сколько будет детей у него. Здесь есть фатальность. Человеку предсказывается что-то конкретное из его судьбы. Но то, как он поступит в той или иной обстановке до последнего момента неизвестно. Можно только делать какие-то предположения. Поэтому не стоит принимать свою историю на земле фатально. И был такой вопрос. Выходит, человек несет себе как запрограммированную судьбу, но имеет возможность ее менять. Пастор Рабай отвечает, сама Библия противоречива. Равины придерживаются той идеи, что никаких чудес не бывает, что они заложены еще при сотворении мира. При этом мы говорили на прошлой проповеди, что Равины использовали стоическую философию греков, которая сводит на нет человеческую свободу выбора. Если бы Равины признали, что чудеса Иисуса от Бога, то надо было им признать и то, что они распяли Мессию. Сама Библия поддерживает как фатализм судьбы, так и возможность ее изменить, говорит пастор Абай. Это две противоречивые точки зрения, но в Библии они обе объясняют ситуацию. В науке XX века, когда произошли прорывы, такие как квантовая механика, теория относительности, ученые стали признавать, что истина одна, что она может иметь разные интерпретации, несколько моделей, как и Евангелие, оно истинно, но оно толкуется четырьмя евангелистами. Точно так же одно и то же событие можно объяснить с точки зрения детерминизма, то есть неизменности программы фатализма, и так же можно объяснить с точки зрения свободы выбора данную человеку Богом. Когда произошло непоправимое, человек умер, тут уже о свободе выбора говорить бесполезно, и мы признаем, что так было предписано свыше. Фатальная теория в данном случае подходит больше. Но в деянии апостолов тоже говорится о сроках, которые человеку не надо знать, что они во власти у Бога, где апостолы сойдясь спрашивали Христа, говоря, не в сие ли время Господи Ты восстановишь царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы имеете силу, воздох святой и будете вне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи и Самаре и даже до края земли. Да, говорит пастор Абай, если бы люди на похоронах думали о том, что если бы умерший человек сделал бы не так, как сделал, или, например, свернул налево а не направо, то ничего бы с ними не случилось. Эти мысли сильно действуют на людей, заставляя их страдать. Поэтому Бог говорит, сроки рождения смерти у меня. Но когда человек живет и что-то происходит в его жизни, то фатальная система лишает его способности гибкости каких-то неожиданных ситуаций, а это необходимо, чтобы ему выжить. И был вопрос, получается, признать фатальную судьбу человеку необходимо для спокойствия его и окружающих. Да, у нас есть свобода, говорит пастор Абай, удлинить жизнь или укоротить. Но она все равно входит в рамки, которые определил Бог. Наша свобода относительно, она находится в рамках Бога. Пастор Абай вспомнил своего кумира Поль Брек. Он в свое время делал идею голодовки популярной. Он говорил, что исполняя систему его здорового питания, как он называется, голодовки, он проживет до 100 лет. Но умер в 99 вполне здоровым. Он катался на лодке, из которой случайно упал и утонул. Но если честно говорить, когда мне говорят о голодании, мне наоборот хочется кушать. И пастор Абай улыбается. Мы много голодали, будучи студентами, но выжили. У нас очень маленький кругозор, высказалась Сеолия, жена пастора Абая. Наша грешная природа способствует тому, что мы представляем себя какими-то маленькими забитыми людишками. И только через познание Бога мы можем увидеть его величие. Бог сам открывает ищущим его себя всемогущим, любящим Отцом Небесным, Творцом Неба и Земли. В послании коринфянам в первой главе говорится, когда ты ревнуешь о Боге, тогда он сам показывает свое величие своим верным детям. Но мой папа в записной книжке, которую я всегда ношу, делал выписки из Библии. Это как наставление мне, чтобы я познавала Бога. Исауле добавляет, что ее мысль можно представить про образах. Когда мы купаемся в бассейне и думаем, что познали Бога, или когда мы купаемся в Иссыкуле, мы видим величие Бога уже в большей полноте. А если мы купаемся в океане? И пастор Абай продолжает нашу беседу. Наука, как и Платон, говорит, что есть такое пространство, где сосредоточены все знания, а человек ученый-мудрецы интуитивно выхватывает оттуда капельку знаний, которые достаточно, чтобы сделать прорыв в общечеловеческих знаниях. Или как с помощью мистики человек, погружаясь в недоступный для него мир, потусторонний мир, находит радость, спокойствие и уверенность в жизни. На моем примере, когда я узнала истину и тут же забыла. Человек, живущий в теле на данный момент, не может принять, вместить, осознать весь густок знаний, поэтому эти знания приходят к нам по крупицам, поддерживая нас, уверенность, что у Бога все под контролем и через эту уверенность мы обретаем веру, что все, что обещает Бог, сбудется, хотя у нас нет этому научных доказательств, но есть уверенность, что сбудется. Эта вера сильнее знания, которое определяет только настоящее и в этой вере окупятся все страдания наши на земле в будущем, в котором для нас откроется уже знание, по которым избываются обещания Бога. Надо просто претерпеть. Вера, говорит пастор Абай, это связь человека с грядущим царством. Например, книга Иова. С точки зрения Иова Бог не прав, ведь Иов все правильно делает, живет перед Богом, правильно, а тут на него сваливаются ни за что, ни про что какие-то беды. Мой сын тоже отставил точку зрения Иова, что это несправедливо по отношению к праведнику, пока перед ним не открылось величие Бога. Нам надо учиться жить в доверии к Богу. И я спросила пастора Абая, что он думает насчет добра и зла. В Медраше говорится, что Бог сотворил человека сразу с двумя наклонностями, а христианская позиция, что Адам согрешил и поэтому пришла смерть, эта позиция стала догмой, которую утвердили отцы церкви через 450 лет после учения апостолов. В человеке есть две силы разумная и неразумная, другими словами рациональная и нерациональная. Древние греки говорили, что ум это рациональная часть, а нерациональная часть это вожделение человека, ярость его эмоции, которые порой зашкаливают. Древние греки говорили, что если человек живет по разуму, а не по своим вожделениям и эмоциям, то он не собьется с праведного пути и пойдет после смерти на небеса и будет общаться с богами. Это философское мышление Платона раввины применили в свое богословие. А что нам думать о добре и зле? В этом мидраше, говорит пастор Абай, даются не этические характеристики человека, а добро и зло рассматривается раввинами как две противоположные силы. Об этом позже скажет еврей Фред, по которому наше сознание есть рациональная часть, а еще есть подсознание неразумное, яростное, оно уводит человека с праведных путей. В христианами в понимании человеческой природы был сделан акцент на то, что не сотворение человека, а его грехопадение привело к тому, что появилось зло в человеке. Хотя апостол Павел и говорил, что надо жить не по плоти, а по духу. Дух это духовность нашего разума, а разумно жить это жить по заповеди, а плоть наши неопустанные разумом желания и вожделения. Читая эти строки Библии, христиане думают, что надо бороться со своим грешным телом. Так древнегреческие философы стойки учили людей бороться со страстьями. Страсти в нас кипят, они кричат внутри человека удовлетвори нас, а разумом надо держать их на узде, чтобы следовать путем запрограммированным космосом. Ведь все равно, говорят стойки, уже ничего нельзя изменить в судьбе человека, поэтому лучше для человека уже отречься от своих эмоций и желаний и чувств, чтобы они их больше не мучили. А что говорит Павел? Павел говорит, что у нас есть плоть. Он не говорит, что в человеке есть зло или грех. Он говорит, что плоть наша природа, которая сама по себе не грешная природа, но она толкает нас к греху. И евреи говорят, что в человеке есть злые наклонности, которые ведут их ко злу. А наклонности это еще не грех. Значит, в человеке есть и добрые наклонности, и злые наклонности. Если ты следуешь по плоти и даешь волю своим порочным наклонностям, то ты совершаешь грех и разрушаешь сам себя. Справиться с порочными наклонностями нам может помочь заповедь любви к Богу, к ближнему к своему, как к самому себе. Если ты следуешь добрым наклонностям, говорит пастор Абай, взращиваешь в себе добродетелей, то ты тогда контролируешь себя и становишься целостной личностью. И раввины говорят, что такая природа человека была задумана Богом, что в нем есть две наклонности. Давайте посмотрим, говорит пастор Абай, к чему привело отрицание христианами такой природы человека, когда в нем есть и зло и добро. Греки были первыми из язычников, которые приняли Христа. Они следовали за апостолом Павлом, который говорил о контроле над страстями. В результате в церкви сформировалось монашеское миропонимание, что вылилось в борьбу с самим человеком, с его природой, а именно с его страстями, желаниями, то есть человечностью. А теперь вернемся к успеху Фрейда. Он лечил неврозы, проявляющиеся судорогами, истериками, тогда, когда Европа была очень религиозной и запрещала открытое проявление естественных чувств человека, его негодование, его ярость. Надо сказать, что Фрейд хорошо лечил неврозы по-еврейски. Он говорил человеку, больному, что такие эмоциональные вспышки не грех, а это нормальное проявление человеческой природы. И ее надо принять и направить в правильное русло. Это христианская крайность отрицать страсти, а страсти это часть природы человека. Сегодня психологи говорят, примите свои эмоции, когда поработайте над ними, попробуйте их направить в нужном направлении, не загоняйте их внутри себя. Фрейд имел успех в лечении, потому что у него было еврейское мышление, что человек рождается как сотворенный Богом, и у него есть две наклонности, добрая и злая. И как по еврейской традиции решали проблему этих двух наклонностей. К злой наклонности евреи относили эгоизм, агрессию, убийство, сексуальное насилие. Все это есть в человеке. По Африду всем управляет сексуальная энергия, а у равинов агрессия, эгоизм и секс. Евреи так решали эту проблему, что надо человека вовремя женить и направить в армию. Для секса есть жена, а в армию он может погасить свою агрессивность. Ее надо направить на врага во время войн, а по возвращению домой направить эту энергию на воспитание детей, карьерный рост, спорт, зарабатывание денег. Выходит, что по еврейской традиции отношение к этой злой наклонности не в ее отрицании и обуздании, а в том, чтобы направить ее в правильное русло, чтобы не разрушать себя, свою семью и общество. Скорее всего, Павел признавал, что человек родился с двумя наклонностями, он же был фарисеем, но он сделал акцент на то, в послании римлянам говорится, что злая наклонность получила большую силу после греха падения Адама. А отцы церкви сделали ударение на том, что злая наклонность впервые появилась в человеке после грехопадения Адама, и теперь все человечество страдает. Эта крайность отцов церкви стала догмой под влиянием святого Августина, что злая наклонность это результат грехопадения человека, поэтому ее надо отрицать, потому что это продукт греха, отрицание которого коснулось к отрицанию половины человеческой природы, а именно к отрицанию страстей и эмоций человека. Апостол Павел как фарисей имел в виду, что человек сотворен двумя наклонностями добра и зла, и что страсти как наклонности надо привести в правильное русло. Он говорил как, если вы женитесь, вам будет трудно служить, но если можете, то не женитесь. И это он признает лучшим вариантом. Если бы Павел отрицал страсти, то он бы не давал такой выбор человеку, как вдовольствующему, так и служителю. Страстям надо давать выход, а не копить в себе, пока они взорвутся и не ослеплят своей силой. Давать выход своей сексуальной энергии надо в рамках заповеди. Это не Библия виновата, что христиане стали отрицать человеческие страсти. Это греческий акцент богословий отцов церкви. Только в 20 веке христианская психология принимает человеческие страсти как природу человека, что нельзя их отрицать, а надо с ними работать, ибо они взрываются в виде болезни, неадекватных поступков, хотя эти поступки часто воспеваются как романтическая любовь. Но пока христианская психология не вошла в догмы богословия. Считается, что догмы нельзя менять, как приняли, так и надо их исполнять. Их нельзя критиковать тоже. Но на практике христианская психология входит в христианские общины и со злыми страстями борются чаще всего нехристианской наукой. Еврейский акцент апостола. Если мы примем этот еврейский акцент апостола Павла, что злые наклонности это тоже часть творения человека, что Бог в нас эти наклонности заложил, то мы можем их использовать как силу, как энергию жизни. Сексуальная энергия это есть энергия жизни, которая проявляется в творчестве, в науке, в искусстве, в социальной жизни. Например, весенняя энергия. Пастор Рабай аргументирует свою мысль. Альтруизм, великие деяния, благотворительность, патриотизм. Откуда приходит эта энергия к человеку? Это и есть энергия жизни. Она или в противоборстве, или в союзе двух наклонностей человека и проявляется в чувствах и в страстях. А разум не дает энергию. Его роль держать эмоции, чувства и страсти под контролем разумных нравственных установок. Я думаю, все регулируется любовью. А лучше свои страсти и эмоции проявлять по заповеди любви, последние заповеди, данные нам Господа и с помощью Духа Святого. А если оступимся, то у нас есть покаяние, покаяние, которое дает нам силу изменить себя и свое отношение с Богом. Пастор Абай в заключении говорит, что да, Новый Завет делает такой акцент на любовь. У человека есть такие природные силы, ты готов все сокрушить, сломать, а тебе разум дает направление. Ну, есть сила, помоги, защити слабых, служи Богу, защити свою семью, страну, твори и создавай новый мир по любви, в который есть смысл жизни. Даже прощение. Для прощения нужна силу, особенно, если ты прощаешь самого себя. Любовь – это вектор нашей деятельности, но она разумна. Первородный грех искуплен Христом. Мы живем искупленными от греха кровью Христа, чтобы проявить нашу природу в создании судьбы и мира. Спасибо, Боже, что Ты нам дал искупителя Христа, который освободил нас от греховной наклонности, и мы готовимся войти в грядущее царство вечной жизни по любви в нашей человеческой природе. С Богом, дорогой мой человек!